В Китае начался саммит стран БРИКС. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит накануне. В Китае начался саммит. Однако их членство может оказаться лишь вопросом времени. Глава СБО обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак, обращаясь к главе ФСБ Александру Бортникову, заявил, что даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. По его словам, к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники российских спецслужб. Также глава ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине. Роспотребнадзор принимает меры из-за вируса Коксаки в Турции. Несмотря на то, что курортный сезон близок к завершению, обращения от российских туристов, которые заболели интервирусной инфекцией в Турции, продолжают поступать. 31 августа прошло совещание с представителями Всероссийского союза страховщиков и крупнейших страховых компаний по вопросам обеспечения безопасности выездного туризма в связи с ситуацией в Турции. В ходе совещания было отмечено, что на туроператоров и турагентов возложена обязанность по обеспечению безопасности оказываемых услуг. Важное значение имеет своевременное получение туроператорам полной и достоверной информации о случаях, связанных с инфекционными заболеваниями туристов за границей. Владимир Жириновский предложил сменить главу МИД. По мнению лидера ЛДПР, Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки. При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лидер ЛДПР неоднократно выступал с различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс. И сегодня новости обсудим с членом Координационного совета Молодежной организации ЛДПР Артуром Ведмедем. Артур, приветствую вас в студии. И предлагаю обсудить первую новость. В Китае начался саммит стран БРИКС. Владимир Путин также принимает активное участие в этом саммите. Но и помимо экономических вопросов, традиционных для этого саммита будут подниматься вопросы безопасности, в том числе международной. Как прокомментируете? Я лично считаю, что это очень актуальная встреча стран БРИКС, потому что недавно мы смотрели за развитием событий на корейском полуострове по поводу конфликта лидера Северной Кореи и США. То есть весь мир смотрел и по всем новостям начали трубить о том, что возможно скоро будет третья мировая война. И если будет применено ядерное оружие, которыми грозятся обе стороны друг друга обстрелять, скажем так, то это будут плачевные последствия не только для этих стран, но и для всего мира. Тем более у нас есть прямая граница сухопутная вместе с Северной Кореей. Поэтому это также нас коснется в первую очередь. Поэтому встреча с лидером стран БРИКС сейчас очень актуальна. И я так думаю, что основной темой будет именно развитие отношений в международном плане по поводу военных конфликтов, по поводу вот особенно этого случая с ядерной угрозой. И налаживание отношений все-таки между Северной Кореей и США. Чтобы это все было в мирных рамках, чтобы это было все-таки в разговорном формате, а не с помощью применения оружия. Владимир Путин подчеркнул, что конечно ситуация на Корейском полуострове вызывает крайнюю обеспокоенность, но нужно принимать взвешенные решения и не поддаваться эмоциям. Да, все-таки. Просто проблема в том, что лидеров этих стран, обеих из этих стран, принимают, скажем так, их мнение, считают очень авторитетным. Например, в Северной Корее то, что говорит лидер, почти все поддерживают. Они должны. Иначе, если они будут поддерживать, их там могут посадить или убить, все что угодно возможно. Поэтому тяжело контролировать Северную Корею. Против нее и так введены санкции, она и так закрыта. И даже там резолюции ООН, Совбеза, даже вот решения стран БРИКС, нужно смотреть, с помощью каких рычагов еще можно будет влиять на Северную Корею. Но Северная Корея, она как? Она хочет противопоставить себя США, потому что США в Южной Корее ставят свои базы, а Северной Корее это не нравится. И поэтому они пытаются хоть как-то противодействовать США, потому что США это как гегемон некий во всем мире. Но с помощью ядерного оружия, с помощью этих угроз, я думаю, это неправильно как минимум. То есть, на ваш взгляд, все-таки нет той силы, которая могла бы воздействовать как-то на Северную Корею, нет авторитета для этой страны? Да, на данный момент я считаю, что прямого воздействия нет. Хотя вот если Китай и Россия, ну и также другие страны БРИКС, они ставят некую резолюцию или некое решение сейчас в ходе этого саммита БРИКС, возможно, это повлияет на решение Ким Чен Ына или, возможно, хотя бы поменяет политику в отношении США. Да, потому что недавно как раз у него было испытание водородной бомбы, и весь мир обеспокоен этим. Ну, в том числе была обеспокоена Япония. Да, да, потому что также Япония рядом находится, и постоянно, когда происходят испытания ракет, а эти ракеты пролетают над Японией, и там разбиваются где-то в океане или на островах. То есть Япония постоянно думает, а вдруг на нее попадут. Это будет такой прецедент, напоследствия которого очень трудно предсказать. Ну, вот говорят, что были даже толчки ощутимы во Владивостоке. Да, да, опять же. После испытания. Да, потому что сухопутная граница, да, они там даже если на территории своей границы будут проводить испытания, там даже радиоактивный пепел, это все же, это все влияет и на нашу страну, на наши границы. Приморский край, он может вполне пострадать от этого. Даже если на приграничной территории нет со стороны Кореи, нет там жилых населенных пунктов, у нас же они есть, и на нашу страну на срок идет. Артур, я предлагаю перейти к обсуждению еще одной новости. Новые заявления от СБУ, и вот глава СБУ обвинил как раз российские спецслужбы в организации терактов на Украине. Но уже не стоит удивляться очередным заявлениям различным, но вот сейчас это прямое обвинение российских спецслужб в том, что они были причастны к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне. Все-таки руссокобия продолжает процветать. Ну вообще, самый такой примечательный факт, что глава Совета безопасности Украины, то есть такого важного органа Украины, позволяет себе делать заявление на весь, не только на территории своего государства, не только на территории СНГ, но вообще на весь мир, о том, что российские спецслужбы причастны к терактам в своей стране, в Украине. Но нет никаких фактов. То есть, как он сам говорит, по его словам у него есть информация о том, что были задействованы российские спецслужбы в теракте в Херсоне, в Харькове, в Одессе. Но, опять же, если ты хочешь так дискредитировать власть России или даже хотя бы спецслужб российских, предоставь факты. Если нет фактов, это просто слова. Тем более, как он обратился напрямую к главе ФСБ, как офицер к офицеру. То есть, если это обычный разговор двух человек, возможно, это имеет какой-то вес. Но если это заявление на весь мир, тем более такое категоричное обвинение, я думаю, здесь обязательно должны быть факты. Иначе это все пустословие. Ну, вот так же недавно стало известно о том, что Украина объявит официально Россию страной-агрессором. Ну, они давно уже грозятся это сделать, но, опять же, без фактов. Как можно серьезно вспомнить это решение? Кстати, если вспомнить недавно заявление того же главы СБУ, он говорил о том, что украинские граждане, которые возвращаются с территории России на Украину, им в чемоданы, якобы, подкладывают сотрудники ФСБ оружие, снаряжение и так далее. То есть, они для них собирают чемоданы, в которых есть двойное дно. Просто, как минимум, это маловероятно. А вообще, если подумать, как это можно представить? Это даже не бумажка, там не маленькая прослойка в сантиметр, а военное снаряжение. И вот таким образом они подставляют граждан Украины. А как вы считаете, вот если все-таки Украина официально признает Россию страной-агрессором, не нанесет ли это удара на связи, которые существуют между семьями, которые проживают и на территории России, и на территории Украины? Ну, вообще, по факту, они уже давно это сделали, потому что они даже рекомендуют своим гражданам, если вы хотите ехать куда-то на заработки, езжайте куда-нибудь в Польшу, в Германию, ну, в Западную Европу, а на Восток старайтесь не ехать. Ну, или там другие страны, в Восточную Европу, а Россию объезжайте. Также, по его же заявлениям, главы СБУ, на территории России находится около двух миллионов украинцев, то есть, в принципе, это одна двадцать вторая часть населения Украины. И он заявляет, открыто об этом только официально, что два миллиона находятся на заработках в России. Если у вас все-таки хорошо в стране, почему они находятся в России, и вы не можете с ними ничего сделать? Ну, соответственно, граждане Украины не хотят ехать в страны Евросоюза, потому что они не знают язык. Допустим, в той же России легче получить работу. Да, во-первых, и язык, и работа, и культура. Все-таки, как-никак, российская культура русская, она ближе, чем западноевропейская. Это опять семейные связи, это историческая, это общая история. Да, опять же, но они, власти Украины пытаются сделать так, что Россия – это некое такое чужеродное существо для них. То есть, они пытаются создать образ России в глазах украинцев, которую нужно объезжать всеми способами, стараться не говорить об этом, вообще забыть. И даже не навещать своих родственников. То есть, им советуют, советуют не посещать Россию вообще. То есть, на территории Украины продолжается информационная кампания, пропаганда по созданию образа внешнего врага, агрессора. Да, но опять же, если они хотят, чтобы их слова воспринимали всерьез, нужны факты. Фактов пока, кроме слов главы СБУ, пока нет. Если будут факты, тогда уже можно это разбирать. И, возможно, и другие страны. Потому что, ну, сделал заявление глава СБУ, а реакции других стран нет. Нет. Россия сказала, ну, как отвечают на все эти нападки необоснованные, где факты. Вы просто говорите слова. Так можно кого угодно, в чем угодно введить. А как вы считаете, вот как Россия все-таки должна отреагировать на заявление Украины о стране-агрессоре? Должна ли она вести какие-то ответные меры? Либо, может быть, какие-то ответные меры в отношении авторов законопроекта? Либо вообще не нужно никак реагировать, потому что это всего лишь очередные заявления? Ну, вот надо будет все-таки посмотреть на реакцию других представителей власти Украины. Потому что, я так понимаю, не все там согласны с политикой властей центральных. Ну, смотреть по ситуации. Скорее всего, если такое заявление будет сделано, руководство России подумает, что все-таки благороднее будет оставить это так, как есть, и не отвечать. Если, конечно, ну, это будет все-таки козырь в руках России, потому что при дальнейших развитиях событий они могут припомнить вот это и ввести ответные санкции спокойно. То есть уже будет обоснование. Это как, вот, например, война дипломатических миссий России и США. То есть США начали это в конце 2016 года, выслали дипломатов российских. Россия через... Сначала сказали, что не будут отвечать, но так как постоянно были какие-то пререкания, решили ответить им так же. То есть они сделали то, ну, создали симметричный ответ абсолютно, но Америка на это отреагировала так, как будто это Россия впервые сделала. То есть США спокойно сидели, ничего не делали, а Россия хоп, и выслала их дипломатов. А сейчас у нас короткая реклама, и далее продолжим эфир. 1 сентября в Центральном аппарате ЛДПР Владимир Жириновский провел открытый урок, посвященный Дню Знаний. В мероприятии приняли участие студенты Института мировых цивилизаций, преподаватели, а также активисты партии. Все подробности далее. Руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора философских наук, профессора, почетного профессора МЦ, учредителя Института мировых цивилизаций, Владимира Гольфовича Жириновского. Встретание, Антанта, втроем мы 100% уничтожаем Германию с Австрией, а с юга мы уничтожаем Османскую империю. И выходим к проливам. Теплые моря, базы и развитие сельского хозяйства. В принципе, правильно. Но тогда установить диктатуру началась война. Запрети все политические партии, профсоюзы, забастовка, расстрел, саботаж, расстрел, железные дороги, переведи на военное положение. Ведь Россия была единственная страна, первым, она не вводила карточек. У нас было достаточно подовольствия. Все пришли на карточки. Нехватка. Все. Всего не хватит. У нас всего полно. И давай двигай армию. Мы бы победили. Мы бы все сделали. Она или не вступай в войну, или вводи меры правления страной в условиях военного времени. То есть несоответствие внутренней политики. Все идет. Балы, дети гуляют, танцы, в случае война идет. Ладно, досуг культурный. Но у тебя везде большевики, забастовки, саботаж, солдаты в казарных. В Петрограде культуры. То есть или не вступать в войну, или вступать, но вводить методы управления страной по условиям военного времени. А я напоминаю, сегодня актуальные новости обсуждаем с представителем молодежной организации ЛДПР Артуром Ведмедем. Артур, предлагаю продолжить нашу беседу. Только что мы посмотрели сюжет. Владимир Жириновский провел открытый урок, уже традиционный, посвященный Дню Знаний. Вот представители молодежной организации ЛДПР часто принимают участие в таких мероприятиях. Ну, на самом деле, студентам Института мировых цивилизаций очень повезло, потому что Владимир Жириновский очень часто читает им лекции. Как все это замечают, как это видно. Эксклюзивно. Да, он очень интересный лектор, прекрасно его все слушают. Мало того, что он прекрасно разбирается в теории, так он еще и практик. То есть последние 30 лет в России любое событие в той или иной степени он был замешан в нем. То есть он, особенно для тех, кто интересуется Востоком, Ближней Азией, он просто уникальный источник информации, который люди слушают. Это просто живая история. Поэтому, опять же, такие лекции, особенно на 1 сентября, это очень полезно. Ну, тогда перейдем к еще одному заявлению Владимира Жириновского. Владимир Жириновский предлагает сменить главу МИД. И главный аргумент заключается в том, что следует ужесточить внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки. Что думаете? Ну, нужно смотреть все-таки каждый случай по отдельности. То есть нельзя взять министра, который будет просто жестко отвечать на все, что угодно. То есть, опять же, нужно подходить комплексно к каждому случаю. Например, вот недавно, вот сейчас по всем новостям говорят о том, что закрывают консульство Российской Федерации на территории США. То есть, вообще, сама война эта началась, опять же, с конца 2016 года, когда сначала США перед Новым годом, прям 29-го, если не ошибаюсь, декабря, выслали, по-моему, 35 семей, которые работали в дипломатических миссиях, из США в Россию. То есть, прям перед Новым годом взяли и внезапно, без объявления, скажем так, выслали в Россию. Россия через примерно полгода ответила и выслала столько же теленов дипломатических миссий из России в США. И уравняла число сотрудников дипломатических миссий. Да, также США не только выслали, но и запретили пользоваться объектами, которые предоставлялись членам дипломатической миссии. В этом плане Россия сделала симметричный ответ и запретила пользоваться дачами в Сербином Бару, имуществом, если не ошибаюсь, складами на юге Москвы. И, опять же, США обиделись на это, то есть на тот же симметричный ответ они обижаются. И вот сейчас начали тоже внезапные практические проверки, как и называются это, обходы. Хотя по факту это обыск. Сначала в консульстве в Сан-Франциско, в торговом представительстве, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Вообще, если следовать международному праву, есть Венская конвенция, в которой сказано, что объекты дипломатических миссий являются собственностью другого государства. И туда запрещен вход полиции. То есть все это должно быть с разрешения государства и, собственно, членов дипмиссии. А здесь они просто отбирают здания, чуть ли не дают несколько часов на сборы. А это, опять же, там не просто люди работают, они там живут, там у них семьи, там имущество. Вот они просто как выселяют и говорят, все, теперь вы здесь не работаете, имущество мы все проверим и так далее. Вот поэтому даже вот в таких вот случаях нужно посмотреть, стоит ли жестко отвечать или нет. Здесь, так как США для них симметричный ответ, это то же самое, что и ответ жестче. Наверное, все-таки стоит сделать что-нибудь пожестче. Но так как США очень сильно интегрированы с другими странами, они не просто сами что-либо предпринимают, они еще заставляют другие страны принимать решения в ответ на российские контрмеры, даже симметричные. Поэтому даже вот в плане БРИКС Россия тоже следует консолидироваться с другими странами и как-то централизованно принимать решения в ответ на вот такой беспредел, который творят, например, власти США. А что вы думаете о таком диссонансе? С одной стороны, Трамп заявляет о том, что он хочет всячески улучшить отношения с Россией, но при этом вот несколько дней спустя закрывается консульство Сан-Франциско в Вашингтоне и других городах. Кстати, да, хочется отметить, что говорят, что это его прямая указка была о том, чтобы, во-первых, закрыть, во-вторых, обыскать все это прямо сразу же. Вот, поэтому, если честно, странно. Это какая-то двоякая политика. То есть сначала... То есть все-таки политика двойных стандартов? Да, да, да. Как раз-таки одним из вопросов, который сейчас решается в саммите БРИКС, это отмена двойных стандартов в международной политике. То есть не было так. В отношении этой страны можно так делать, а в отношении этой нельзя. В отношении вот этой страны можно применять оружие, а против нас нельзя. То есть чтобы не было такого, все было симметрично, и все страны, они суверенны. Чтобы все было справедливо, как минимум. Ну, как Вы думаете, все-таки, как Россия должна отреагировать на действия США, вот в том числе по закрытию консульств? Должны ли это быть какие-то меры зеркальные? Может быть, это должны быть какие-то жесткие меры, которым Америка не готова? В принципе, если принимать даже жесткие меры, я не думаю, что это намного хуже обострит отношения. То есть они и так накалены, можно сказать, практически до предела, потому что сейчас в новостных изданиях говорят, что даже во времена Холодной войны не закрывали вот эти консульства и торговые представительства. Поэтому сейчас идут, можно сказать, такие беспрецедентные меры со стороны США в отношении России. Наверное, России тоже следует принять что-либо в отношении США, что еще не делали. То есть, опять же, посмотреть, какими рычагами можно воспользоваться, какими нет. Этим должны разобраться министерства иностранных дел у нас. Ну и подумать, какие могут быть последствия. Все-таки нужно взвешивать все. Ну вот также тоже накануне стало известно, что представительство Америки в России начнет выдавать визы только с 1 или 2 сентября. И при этом это будет осуществляться только в Москве, а не в других городах. И Америка это объясняет тем, что сейчас действительно сократилась численность сотрудников. Но Россия при этом ответила, что не будет всячески препятствовать и усложнять визовые отношения со своей стороны. Ну да, в этом плане США пожаловались на то, что так как сократили количество наших работников, мы не сможем обрабатывать тот же самый объем, который сейчас есть. Поэтому будем затягивать и, скорее всего, по всей России сейчас отменим, и все будет идти через Москву. Так как сократили США количество работников из России, Россия заявила, что будет работать в штатном режиме и стараться обрабатывать то же самое количество запросов, которые есть. Но, опять же, следует отметить, что, наверное, из России в США все-таки больше запросов на визы, чем из США в Россию. Тем более, судя по такой информационной войне, не только информационной, но и по прямым действиям это оправдано. То есть, опять же, жители США думают, что Россия такой прям агрессор. Против них принимают такие решения, даже сам президент закрыть консульство. То есть, такие беспрецедентные случаи и так далее. В плане отношений США и России еще следует отметить, что все-таки любые действия, которые Россия, даже контрмеры, которые будут зеркальными, США может выдать так, что смотрите, какие они плохие, что они делают. То есть, мы с ними так по-другому. Агрессор. Все равно Россия будет агрессором. Да, то есть, они все равно попытаются, я так думаю, развернуть любые ответные меры в худшую сторону, даже против России. Ну, вот что стоит отметить, что на выходных даже жители Сан-Франциско, где как раз и закрылось представительство России, поддержали дипломатов. Был организован даже небольшой митинг перед представительством. Вот обычные люди, простые граждане, они поддерживают российскую сторону. Ну, я думаю, они же понимают, что это такие же люди, как и они. Просто граждане другой страны, ну и работают на свою страну. Находятся на территории их государства. То есть, они такие же люди, как и те же самые жители США. Они дышат тем же воздухом, питаются. То есть, как минимум, должно быть человеческое отношение. Даже если Россия высылала дипломатов США, оно давало, ну, то есть, Министерство иностранных дел давало неделю, две недели. То есть, в принципе, нормальные рамки для того, чтобы подготовиться и уехать. А тут объявили обыск, обход, как они называют, за два часа до, грубо говоря, в 12 минуту звонят, говорят, что сейчас через два часа мы к вам придем, готовьтесь. В 2.01 приходят, говорят, что теперь это все наше, выходите здесь, вы ничего не имеете права трогать. Поэтому, я думаю, здесь любые возмутятся люди, тем более, которые рядом живут с ними, они же все-таки общаются, знают, кто там живет. И все-таки есть человеческое отношение к гражданам, какой бы страны ни были. А как вы относитесь к тому, что США установили жесткие рамки, в течение которых сотрудники консульства должны были покинуть консульство? Естественно, я не совсем понимаю, зачем это нужно. То есть, если уж вы решили, если уж приняли решение о том, что нужно их выслать, ну, дайте людям подготовиться. Либо они могут использовать для того, чтобы, опять же, как они называют обходом, провести обыски и для граждан США и для всего мира сказать так, что, ну, смотрите, мы их оповестили, чисто для галочки, оповестили. Они не ушли, не ушли. То есть, это такие протесты, то есть, они сказали, что все, мы не уйдем. А могут умолчать о том, что там было дано 2 часа, ни недели, ни две. Или могут сказать задним числом, что мы послали им там письмо о том, что через месяц мы их выселим. Но, опять же, нет ни даты, ничего. И вот накануне, хоп, говорят, что все, мы к вам придем. Поэтому это может быть сделано так, что сказать, смотрите, они не хотят уходить, мы их оповестили, они сидят. И, опять же, обыски провести, и чтобы не было подозрений, сказать о том, что, ну, вот же, все у нас осталось, типа, они не захотели забрать. А о том, что они не успели, они не скажут. Ну, то есть, пока непонятно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, последуют ли какие-то зеркальные меры от России, и как будет реагировать Америка на это? Да, тем более, Америка сыграла на таком факте неожиданности. То есть, я не думаю, что министерства иностранных дел думали о том, что сейчас вот внезапно закроют. Опять же, это беспрецедентный случай, не было такого. Если высылали хотя бы дипломатов, это одно. Было такое, потому что отношения США и России, еще Советского Союза, они идут как волнами. То есть, сначала в 1933 году США признали Советский Союз, потом помогли во Второй мировой войне, потом Холодная война и так далее. То есть, это все идет волнами, а здесь беспрецедентный случай. Артур, я благодарю вас за интересную беседу сегодня. Я напоминаю, в эфире была программа «Молния». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok